Антимораль. Бубок и панфобия. В известном рассказе Достоевского «Бубок» 1873, загулявший в подпитии герой бродит по кладбищу и слышит разговоры мертвецов. Сознание покидает их не сразу, а постепенно, в течение нескольких недель или месяцев, отведенных им для осмысления своей жизни и для раскаяния. Но для них это счастливый миг полного раскрепощения от всех уз морали. Цитата. «Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся! «Обнажимся! Обнажимся!» — закричали во все голоса. Конец цитаты. Над кладбищем поднимается густой смрад, не только телесный, потому что процесс гниения перешел уже на самые души. И вот посреди праздника мертвецов и раздается странное, невнятное по смыслу слово «бобок». Цитата. «Не то чтобы голоса, а так, как будто кто подле. Бобок, бобок, бобок. Какой такой бобок?» Конец цитаты. Точный смысл этого слова остается непонятным на протяжении всего рассказа, хотя он так и называется «бобок». Это даже не слово, а словцо. Какое-то бормотание, междометие, звук умирающей, но еще теплящей со души. Цитата. «Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок. Бобок, бобок». Конец цитаты. Вот это слово «бобок» и может послужить еще одним точным обозначением наступившей эпохи и восполнить пробел в социально-политической терминологии. Вся та публицистика, геополитика, законотворчество, которые обрушиваются на страну, вызывая приступы энтузиазма, это, по сути, тот же бобок. Лопающийся пузырь последнего вздоха отходящего исторического организма. «Бобок» — стиль 2010-2020-х, как декаденс конца XIX века или авангард 1910-20-х годов. Это слово-клич, звук последнего бесстыдства, воинственной антиморали, когда уже все дозволено, потому что смерть все спишет. О фонетике и семантике этого загадочного слова можно написать целый трактат. У повторных сочетаний «б» с открытыми гласными «а» и «о» значение угрозы, насилия, смерти, пустоты. Здесь отзывается злой бабай, которым в славянском фольклоре пугают непослушных детей. И глагол «бабахать» — грохотать, стрелять, ударять, убивать. У Мандельштама звучит столь же неопределенный, но выразительный глагол. «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет». Из стихотворения «Мы живем под собой, уничуя страны». И у Бродского есть загадочное стихотворение «Похороны Бобо» и слалкованное самим автором. Цитата. «Бобо — это абсолютное ничто». Достоевский гордился тем, что ввел в русский язык глагол «стушеваться», то есть «стать менее заметным». Но «бобок» — сегодня более важное для России слово. Это знак громкого исчезновения, раскатистый предсмертный выдох. То, что производится сегодня в знак солидарности с войной, вообще со «злобой года» в кавычках, и есть тот самый «бобок». Бобок — пропаганда, бобок — публицистика, бобок — литература, бобок — метафизика. У «бобка» много профессиональных обличий и манер. Политик «бобок» хочет отобрать у соседнего народа принадлежащие ему землю как «оккупированную» в кавычках. Профессор «бобок» выражается еще прямее, чеканит формулу. «Убивать, убивать и убивать! Больше разговоров никаких не должно быть, как профессор я так считаю». Конец цитаты. Бобок — пропагандист, обещает завалить весь мир радиоактивным пеплом и превратить весь мир в выжженную пустыню. «Бобок» также означает состояние всепоглощающей ненависти, мирозлобие, панфобию. Панфобия, греческое «пан» — «все» плюс «фобос» — страх, ужас. Не следует путать панфобию с мизантропией, человеконенавистничеством. Мизантроп нелюдим, избегает общество, не слишком высокого мнения о людях, в том числе о самом себе. Панфобия — это недоброе, но пассивное, страдальческое отношение к миру, осознание его пороков и слабостей. Панфобия — это эмоционально-агрессивное отношение к миру, злорадство по поводу его бед и несчастий, стремление унизить, наказать. Подпольный человек Достоевского, желавший всему свету провалиться, лишь бы ему чай пить, один из первых представителей этого типа. Панфобия выражается в пропаганде войны и насилия как средство геополитической экспансии. Кавычки. «Страна со всех сторон окружена неприятелем». Кавычки. Это еще в 2014 году, после захвата Крыма, заявил премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев. Непревзойденный в истории рекорд. Всего за несколько месяцев самой большой на свете стране удалось окружить себя врагом. Такова проекция тотальной ненависти ко всему миру. В уставе Евразийского союза молодежи, руководимого Александром Дугиным, провозглашается его цель – господство над всем человечеством. Цитата. «Мы – тоталитарная партия интеллектуального типа, ориентированная на эсхатологический захват планетарной власти. Хитрый и жестокий захват. Поскольку мы – господа Земли, мы – дети и внуки господ Земли. Нам поклонялись народы и страны. Наша длайн простиралась в полмира, а подошвы топтали горы и долины всех континентов земного шара. «Мы все вернем назад!» Конец цитаты. Панфобия более опасна, чем фашизм или коммунизм, и относится к традиционным идеологическим формам тоталитаризма 20 века примерно как ядерное оружие к обычному, поскольку выражает тотальную ненависть неким классам, нациям или расам, а к миру как таковому. Это жажда абсолютной гегемонии над миром и стремление диктовать ему свою волю или уничтожить его целиком. Советский коммунизм с его идеей классовой борьбы и ненависти к врагам народа в кавычках был только прологом к той панфобии, которая стала возрастать в 21 веке на почве рессентимента и реваншизма. Путь, пройденный Россией за 30 лет после крушения СССР, можно очертить так — от совка к бабку. Разница огромна. Совок был существом наглым и хамоватым, но и лопоухим, лохабатым. Его уши еще были полны отголосками добрых увещеваний и посулов равенства, братства и великого будущего. Некие исторические, философские, моральные абстракции отдавались в его подсознании и придавали ему толику добродушия и расслабленности, даже в острой борьбе за жизненные интересы. Он не был готов так безоговорочно «отжимать» у чужих и «сливать» своих. Он был более спокойным и уравновешенным и вплоть до 2014 года считал, что у жизни еще может быть второе начало. Бабок лишен этих иллюзий и исторической перспективы. У него осталось только одно право, о котором в бесах Петр Верховенский говорит Ставрогину. В сущности, наше учение есть отрицание чести и откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собою увлечь можно. Ставрогин отвечает, «Право на бесчестие? Да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!» Конец цитаты. Ибо Бог этим правом пользуется самозабвенно. Страшное свидетельство, убийства и изнасилования, пытки и мрадерства, издевательства над детьми и женщинами, массовые безымянные захоронения в Буте, Изюме, Мариуполе и на других украинских территориях, захваченных российскими оккупантами. После позорнейших поражений на поле боя Россия наносит карательные ракетные удары по миллионам мирных жителей, оставляя их без тепла, воды и электричества, по школам, больницам, роддомам, детсадам, музеям. Собок, простоте душевной, полагал, что Вселенная должна по-матерински его любить и опекать, восхищаться даже его хамством, как выражением ребячливой резвости и непосредственности. Бобок — разочарованный совок, который вдруг осознал свое сиротство. Вселенная никогда не даст ему той любви, на которую он имеет право. Бобок — агрессивно-депрессивный совок, который ничего хорошего не ждет от мира, а потому готов первым нанести сокрушительный удар и, разлагаясь в могиле, грозит Бобокалипсисом. Сноска. Подробнее об этом в разделе «Двери Ада». Конец сноски.